добрый вечер всем у нас сегодняшний урок это будет по теме обычно с в это время медицина лоха а сегодня мы так у нас начались 3 недели траура 17 томос по 9 а вот то я решил сначала думал то есть я просто выставлю запись и так далее что проведу урок плюс наш три недели то есть 9 а выпадает в этом году очень интересным способом вы на исходе шаббата то есть молодцы шаббат будет 9 ава и это делает некоторые изменения в законах в основном сефардов кошки назов меньше но это но есть все равно некоторые интересные нюансы и мы разберем сегодня законы основные законы если принципе законы трех недель траура можно разбирать не одним уроком и несколько и мы сегодня сделаем то есть один попробуем захватить основное и и нужно то есть скажем так сделать небольшое введение введение дело в том что есть я говорил тоже не раз не два не три есть понятие верут хадаша верут яшана здесь понятия новая траур и старая нового траур но вот траур надо обыкновенно траур человека когда кто-то умер это траур нового то есть да в принципе это человек то есть встречается со смертью и так далее и это новое сейчас ударила старый траур таблетки шина это что-то произошло трагедия давно и как бы проходит года проходят столетия проходят века то что с разрушением храма и есть между ними большая разница почему потому что в конце концов время лечит время лечит поэтому то что было давно забывается трава становится более слабым и поэтому если мы обратим внимание на законы то допустим законы авилут хадаша то есть нового авилута это законы у них вектор один когда мы говорим авилута и шина то есть старый авилут у нас вектор законов другой обратно допустим новым авилут когда человек умер кто-то ему не надо никаких триггеров для того чтобы ввести его в состояние транса горя боли и так далее он естественно реагирует на проблему которая произошла это что нам нужно сделать просто вводить его постепенно оттуда то что еврейский закон делает что у нас есть они ну то есть человек до похорону то есть определенное состояние после похорон 7 дней жива потом слушаем 30 дней по работе 3 год то есть принципе постепенный вывод человека из состояния шокового состояния когда он встречается со смертью и трагедией выход с точки зрения эволюкишна старого то есть старого траура то есть нужно сделать сочувствую наоборот мы уже давно все забыли и нам нужно вводить постепенно потихонечку для того чтобы наращивать это ощущение траура мы еврейский народ я всегда говорю нам нам мы не полагаемся на слова бла-бла-бла нам не помогает давайте поговорим о памяти давайте вспомним наших погибших на просто наше это минута молчание если мы так делали бы все понятия храме амушарабейну а песах и так далее все это превратилось легенды и мифы но мы переживаем по-новому все мы переживаем песах по новому селяли для седок как мы переживаем ночь в шавот как мы переживаем сухот и то же самое с трауром нужно все это испытать на своей на своей шкуре то что называется и поэтому принципе этот период трех недель траур можно разделить на шесть маленьких подэтапов когда первый это тоже называется бенами царин то есть между тиснин это 17 тому за до новомесячья оба все дорож хода шава второе это этап с того момента как зашел авто из-за начался месяца то есть мишник нас а третий этап это шавоших альба то есть неделя на которую выпадает девятая в этом году ее просто нет потому что неделя кто выпадает девятая начинается самого девятого а поэтому как бы она резко то есть исчезла то есть в этом некрас особенность после этого у нас четвертый этап это эрф ты шаббат преддверие девятая в этом году тоже у нас другое преддверие девятая у нас преддверие девятая а в этом году то шаббат по этой причине вообще никого траура у него нет то есть да это особый шаббат можно упомянуть сказать и после этого пятый этап девятая ава это пик такой То есть всего траура. И шестой этап – это 10-е ава до обеда. В принципе, уже начинается выход. Это все. И у каждого из этого времени есть особые законы, есть особые вещи, есть особое понимание. Кстати, почему-то 10-е ава, потому что известно, что храм горел до обеда 10-го ава. Подожгли к концу 9-го ава. Подожгли храм ближе уже ко второй половине 9-го ава. Окей, начнем с первого этапа. С 17-го Томуза по Руш-Худышав. Что у нас вообще есть в источниках? Начнем с источников. Что у нас есть в источниках? Сразу отвечаю. Ни в одном Талмуде. Ни в Вавилонском, ни в Русалимском нет ни слова про эту эпоху и ни слова, что какие законы есть в этот период. Ничего. Кто не знает, так оно происходит. Где мы вообще находим эту эпоху? Мы видим это в Иха, сказано в Иха Плачеремии, так называемый свиток. Там сказано. То есть каждый, кто гонялся за ней, то есть ее застал между теснем. Говорит Медраж там. Имеется в виду, то есть когда это эпоха, отвечает Медраж между 17-м Томузом и 9-м ава. То есть, в принципе, вот появляется эта эпоха. Иерусалимская Тарму тоже, в принципе, показывает важность этого дела. Там сказано у пророка Эрмияу. Пророк Эрмияу, в принципе, первая голова пророка Эрмияу. Там сказано «макель шакед ани руэ». То есть, когда он видит макель шакед, то есть имеется в виду, что он видит миндалевое дерево, а оно расцветает. То есть этот макель, то есть ветка миндального дерева расцветает. Отцветение миндального дерева – это 21 день. Не-не-не-не-не-не-не, это видение Эрмияу. После хагорона вообще-то ни при чем. 21 день он светет по этой причине. То есть 21 день – это то, что Всевышний отвечает, что так расцветет Пурану. То есть это так расцветет Пурану – это трагедия, которая придет, которая придет плохое. И, естественно, мы меняем эти три недели автород. У нас меняется чтение автород. Они идут о разрушении. У нас есть Эрмияу кусок. Потом еще один кусок Эрмияу и последний кусок – Шабад Хазон. Это из Ишаяу, который мы учили на первой же главе книги Ишаяу, которую мы учили уже на уроке. В принципе, это эпох. После этого идет следующая эпоха. Это называется «Девять дней». То есть девять дней эпоха. То есть с Рошходыш Ава до Девятава и плюс к этому Шаво Шахальбу. Неделя, в которую выпадает Девятава. Что у нас есть про это? Здесь уже у нас есть источники. У нас здесь Гмара в трактате «Япомод» говорит следующее. То есть в принципе с Новомесяча и до Паста, до Девятава, народ уменьшает свои дела. То есть торговать, строить или сажать, обручаться и жениться. Шабад. То есть в этом случае понимание Шабада не день Шабад, а неделя. Неделя, на которую выпадает Девятава, на нее. То есть в эту неделю. То есть там уже написано, запрещено стричься и стирать, и обручаться, но обручаться раньше. А есть те, которые говорят, что весь месяц, все девять дней запрещено. Кстати, в чем разница между Мимаатин и Асуру? То есть дело в том, что Мимаатин это уменьшаем. Это как бы обычай. То есть человек, который это нарушает, он еще не считается авариант преступником. А человек, который, то есть Асуру, это значит запрет. И человек, который нарушает это, не делает это, есть запрет. Сразу в море видно, что запрет стричься и бриться, он только вообще с Шавош и Харм. То есть по одному мнению или по второму мнению, то есть на Срашхода Шаб, не раньше. То есть это явно видно, то есть не раньше. Хотя обычай уже ашкенаски, во всяком случае, и почти всех сифардов, что уже с... Это такое у йеменцев осталось, что они перед Шабадом еще бреются. А Белыча и Ашкенаски, то есть 17-го Томуза, это удлинили по-настоящему. Но есть очень интересный момент. Обратите внимание. Здесь есть очень интересная вещь. То есть написано... То есть только на неделе или весь месяц. По-настоящему задается вопрос. Запрет когда начинается? Рушходыш или на неделе, которая выпадает 9-го? То есть в этом году этой недели нет. То есть в этом году его вообще нет. И дело в том, что... То есть объясняется, что в трактате Таанит приводится спор между Роби Меир и Роби Шамоном Барабан Шамон Бангамлеев, Рашбаг, в котором явно видно, что они именно в этом и спорят. Когда говорит Роби Меир, что все запреты начинаются с новомещи Ава, Рашбаг говорит, Роби Шамоном Бангамлеев говорит, нет, только все эти запреты на неделе, которая выпадает 9-й Ава. И вот интересно, в бурсалимском Талмуде, в трактате Псахим, там по поводу торговли и приготовления новой одежды. Там явно видно, что все запреты начинаются с новомесячника Ава, то есть включительно. Но эти запреты Минхак Кашер, то есть там явно это обыча, не более того. И дальше на руку действительно приводят, Байт-Юсэп приводят, что Галаха Кашбаг, то есть все запреты, действительно, они именно на неделю, на которую выпадает 9-й Ава, в этом году просто нет. И это действительно принято Галаха в восточных евреев у Сефарта. То есть, допустим, в этом году Сефард, то есть стирка запрещена у Ашкина Азов, например, с Рошкодыш Ав. Основной вещей Ава стирать нельзя, это будет Шаббат в этом году на Рошкодыш Ав. И, в принципе, неделя. То есть за неделю между Шаббатом и Шаббатом стирать нельзя. Потом 9-й Ава, после 9-го Ава уже можно будет стирать снова. Уже не вечером после выхода 9-го Ава, только с утра. То есть 10-го Ава можно будет стирать. Теперь. А у Сефардов-то вообще запрета в этом году не будет. Так как нету недели, на которой выпадает 9-й Ава, у восточных евреев нет этой недели, нет этого запрета. То есть Сефарды в этом году будут стирать. У них нет этого запрета. Кстати, это уже не первый год, что у них тут получается. То есть в этом году 9-й Ава по-настоящему выпадает на воскресенье, а до этого он выпадал на Шаббат и сдвигался на воскресенье. И, в принципе, попадал то же самое. Таким образом, у них вот так. С другой стороны, мы ашкеназы идем и запрещаем все с Рошходыша. Окей. Давайте немножко разберемся, какие у нас законы есть. Как мы сказали, то есть уже, что ашкеназы... Мы начнем с Юзайн-Тамус до Рошходыша. То есть ашкеназы запрещают уже стристи, бриться с этого момента. Кстати, по поводу женщин. Женщинам это вот запрет не распространяется. Вот это спор. Есть вообще спор по поводу, можно ли женщинам стристи во время трауры. Дело в том, что ведь стричься и бриться нельзя и во время траура, допустим, у которого умер кто-то. 30 дней. То есть, да, к минимуму 30 дней нельзя стричься и бриться. Есть спор большой. Можно ли женщине, находясь в трауре, то есть по отцу, матери и так далее, можно ли стричься или нельзя. Шурханрух разрешает. Шурханрух разрешает, говорит, что... И причем причина, чтобы женщина не стала противна в глазах мужа своего. Рома с этим не согласен. Немножко говорит, что за 30 дней женщине не стригутся обычно. За 30 дней ничего страшного не произойдет. Хотя объясняет Раббейну Ашер, что речь идет вообще о стрижке у женщины. То есть, то, что сказано, что муж не кривил носом. Это не идет... Он говорит, это не идет о верхней стрижке. Это вместо других... В волосах на длиноте. То есть, это имеется в виду. По этой причине это релеванто в 30 дней. То есть, действительно, на Галаху разрешено. То есть, Рома запрещает голову, но разрешает это. В любом случае, есть сефарды. Многие пусть кемалтийские сефарды не запрещают женщинам в этот период стричься. В любом случае, скорее... То есть, то, что называется интимная, любые вещи, которые женщины обычно убирают волосы, если это не голова, то тоже можно разрешить. Глобально. Понятно, что тот, кто женщина, которая с 17-го тому, с 9-го не будет стричься, там и так далее, это хорошо. Стричься снова. Про незамужних там тоже есть, там, интересно. Диун, то есть, мужа-то нет, то будет возмущаться никто, по идее. Окей, то... Это тоже связано со стрижкой. Стирки, новые вещи, пока здесь не релевантны. Что у нас да есть? У нас Шебулея Лекит приводит следующие вещи. Шебулея Лекит. Он говорит, Я нашел от имени Рабиса Адия Гаона, что 17-го тому за по 9-й ава. Это, я просто автоматически перевожу, это дни, которые сказаны пророка Даниэля, что он постился три недели. Пророк Даниэль в Бавилоне постился три недели. И те есть люди, которые в эти дни не едят мяса и не пьют вино. Как написано в Басаре Янлу, ба эль пи высохло сахте. То есть, как сказал пророк Даниэль, и мясо, и вино не пришли в рот мой, и они умощал себя. И дни эти 17-го тому за по 9-е ава, коты в марыры, шолейт багем. То есть, это дни, когда такой вот демон, называющийся коты в марыры, он в них правит. Он такой вот демон страшный. Мы с ним все разберемся. И должен человек опасаться в эти дни, чтобы не идти между солнцем и тенью. Имеется в виду, то есть коты в марыры это такой вот демон. Допустим, есть до сего сегодня еще демона или уже больших нет. Это большой спорта. Срама вся демона вообще нет. Но глобально имеется в виду, что нельзя идти на пересечении, то есть на соединении солнца и солнечной стороны, и тени. Почему? Потому что он именно на этом соединении, он там и находится. Прямо там не всегда находится, а он находится там, он находится там в то, что называется, в определенные часы. Он в определенные часы с утра, то есть примерно где-то с 10 утра до 4-30 дня. То есть я говорю по нашим, по израильским меркам. То есть это шоу-дзманьот, то есть он там появляется. И короче... Как это слово? Котев. А, Котев? Как ликто? Нет, Котев. Куф-тед-бет. Котев-мары-ли. Вот. То есть в принципе, и говорит... И должны быть опасаться и не бить своих учеников. Окей, то есть... Понимаете, раньше, когда воспитание было, что ученикам по шее давали, когда надо было. То есть в это время ученикам по шее не давать. Вот. Причем все это... То есть он сказал, то есть с четырех временных часов дня и до девяти часов дня. То есть я говорю, в Израиле примерно около, скажем так, 10 утра, 9-30 утра и где-то 4-35 часов дня. Естественно, в других местах это будет по-другому, все зависит от длины дня. И он приводит, что мы здесь учим. Мы здесь уже несколько вещей. Первое. Есть в этот период, обычно не есть мясо, а не пить вино. Это первое, то есть что мы видим, то есть что более летит. Второе, мы видим, что эти дни, они, скажем так, не опасны. В эти дни, может быть, всякие плохие вещи происходить, и поэтому в эти дни человек должен быть более осторожным, чем в любые другие. Эти дни... То есть выходит, что, в принципе, эти три недели, которые связаны с поеданием мяса и так далее, они связаны с памятью о постах Даниэля, пророка Даниэля. С другой стороны, объяснение есть у Кольбы, он говорит нет, что почему не едят мясо и вино 17-го тому за по 9-й авгу. Кстати, вы не пугаетесь, сразу это не галаха, то есть мы сюда галахи дойдем. Я смотрю, глаза такие квадратные по поводу мяса с вином. Подождите, мы еще это. Это мы пока только разбираем базисные источники. Мы еще бы не пришли. Не надо так пугаться. Так вот, Кольбу говорит, что запрет... Вернемся к нам, чтобы меня перебили. Он объясняет, что дело в том, что с 17-го тому за что произошло. С 17-го тому за прекратился Курбан-Тамид. С 17-го тому за прекратилось ежедневное жертвопроношение на жертвенник, которое включает в себя и мясо, и возлияние вина на жертвенник. И это прекратилось до самого разрушения уже все эти три недели. И как бы в память об этом мы не пьем. Не пьем вина, не едим мясо. Окей. По поводу... Давайте разберемся с этим уже мясом и вином, чтобы никого не пугать и так далее. Окей. Когда, что и почему? Действительно, Махзор Витри приводит имени русско-талмуда, что женщины, внимание, там, на шим, женщины, у них было такое обычай, что они едят мясо и не пьют вино с 17-го тому за по 9-го. Не мужчины, не женщины. Тур приводит, что это такое-то обычай, то есть, что еж прушим. То есть, когда он говорит, еж прушим, еж прушим, это есть люди, которые, скажем так, благочестивые, которые берут на себя больше, чем они обязаны и они постят, то есть, с 17-го тому за по 9-го, то есть, имеется в виду, не едят мясо и не пьют вино, то есть, он пишет, и обычай ашкина, и обычай ашкина за единственные, кто не на имя и дзайн тамуза. То есть, они единственные сумасшедшие, которые 17-го тому за не едят уже мясо. И он пишет, что это обычай, но нужно понимать, что обычай у народа не прижился. Кстати, на 5 минут, когда запрещено есть мясо и пить вино, по закону, не обычай, закон, Мишнав в трактате Таанид говорит, что запрет есть мясо и пить вино только на последней трапезе перед 9-го Мава. Это закон. То есть, запрещено именно бы Саудам Афсеке, то есть, это трапеза последняя перед 9-го Мава, там нельзя есть мясо и вино. И, кстати, такой обычай у еминцев. Еминцы не отделаются эти устражения, с нашими устражениями разберемся. Но еминцы реально едят мясо все это время, у них нет проблем с мясом, с вином, только в последнюю трапезу они едят. В этом году все мы будем есть мясо и пить вино. Я там вам обещаю. 100%. Когда я это обычно говорю, в таких годах они говорят, что Машех придет. Мы надеемся, что в этом году будет Шаббат. Так будет в этот году Шаббат. Тут третья трапеза. Шаббат на трапезе перед заходом поста сказано в Галахе, что она может быть как Саудар Шаламуамелек Бешатум, как трапеза царя Шаламона, когда все изобилие. То есть, можно есть и пить. Все хорошо. Короче, до самого 9-го почти. То есть, там есть некоторые особенности. Смотреть, если на Кронноманаре перестают уже есть где-то с района уже захода солнца. Но еще не показывают никого траура. Ботинки не снимают и так далее. Постепенно. В любом случае, тур приводит, что аж с 17-го тому за такой вот был обычай, вошь кеназов, не сумасшедший. Сумасшедший. Я уже добавил. Шульхан-Арух приводит два обычая и пишет, то есть, да, он приводит обычай. То есть, он приводит, три он приводит обычай. Есть обычай, что запрет мяса начинается только на неделе, на которую упадает 9-й ава. То есть, только с с окончания последнего шаббата это один. Второе, что запрет мяса наступает с новомессия сечья ава, то есть, мирошходыш ав. И третий вот этот вот обычай юдзайн-тамуз. То есть, с 17-го томуза не едят мясо, не пьют в винах. То есть, как бы он приводит это и, как я сказал, по-настоящему принято. То есть, есть те, которые я слышал иногда, то есть, с 17-го томуза не едят мясо, не пьют вино, но самые принятые обычаи ошкеназов это срошходыш ава. То есть, нам имеют ава включительно, кроме шаббата. В шаббаты мясо, вино, все хорошо, все замечательно, все можно. Мишна-бураток, то есть, наползанного аллаху и так далее. Сифарды, по мнению Кафа Хайм и Раула Диусефа в Яхведат, за им запрещено есть мясо со второго дня месяца ава, потому что рушходыш это полупраздник. По этой причине мясо можно есть. Хотя написал, что кашкеназы с новомесяча, но в этом году в новомесяча мы тоже будем есть мясо. В рушходыш ава. Я объясню, почему, потому что это уже шаббат. В этом году рушходыш ава выпадает на шаббат. Поэтому сегодня в этом году кроме еминцев все начнут с бет-ап есть мясо. То есть не будут есть мясо или если в язаташем придет машех, то все будут есть мясо, все будет хорошо. Есть очень интересная вещь. Так как закон не есть мясо, не пить вино, по-настоящему базисно, это закон, который начинается только с последней трапезы перед началом поста, то больные люди, которым нужно мясо, или которым рекомендуется мясо, даже если нет опасности к жизни, могут продолжать есть мясо. До суда мавсакит. До самого момента. Женщины беременные или кормящие, которым врач говорит, что не должны есть мясо. Правда Бах и Магин Аврам говорят, что лучше всего, то есть те, кому разрешили есть мясо, женщинам или больным, то лучше это будет курица, а не животное. Никакие там бараньи ребрышки, стей контрикот, ну и так далее. Иногда очень интересная вещь, видите, прикол расскажу. У меня есть хороший друг, Рав Арали Гарей, он был главой, мы с ним учились в одной ишеве, в одном учились в Кольеле, в квартирах Кольеле мы жили, соседями были, у нас ишеве было несколько квартир Кольеля, с домов, с квартирами, мы были соседями, учились в ишеве, старше меня, правда, и он был потом главой ишеве, в одной ишеве был рам, главой ишеве был другой, короче, такой интересный очень своеобразный вид, он говорит, что однажды профессор Ашер Коль, такой человек тоже известный, который занимается социологией среди религиозного сионистского населения, в этом секторе, и он пришел и сказал, говорит, я не понимаю этих запретов, мудрецы должны изменить Аллаху и сделать по-другому, выглядит глупо, что я могу в 9 дней прийти съесть обалденный стейк соломон, съесть шикарное мясо, шикарно сделанную рыбу, получить огромное в ресторане молочном, но какую мы, скажем так, вареную вшивую курицу мне есть нельзя, немножко глупо выглядит, я сказал, я ему не ответил, правда, так, по-другому, в принципе, я говорю, ты прав, ты совершенно прав, так он пришел за меня за решение, нет, я считаю, что теперь и рыбу нужно запретить этим, нужно думать наоборот, есть смысл вообще, зачем есть смысл, почему есть, в чем смысл вообще, что понижают делать то, а потом запрещено, весь смысл, чтобы мы прочувствовали трауру, весь смысл, чтобы мы снова пережили трауру, весь смысл, в принципе, почему запрещено, чтобы наша голова не отвлекалась на что-то кроме траура, мы должны вникать, входить постепенно, поэтому, когда начинается понятие «Асур запрещено», с этого момента должны жить трауром, не отвлекаться от него. Поэтому если ты сидишь наслаждаешься в итальянском ресторане, в каком-то ресторане рыбы и так далее, то это обратно от того, что в принципе для чего это сделано. В древности действительно мясо это было вау, рыба, ну рыба это тем кого денег нет, или на шаббат рыб на шаббатонах и так далее, а не радость. Мясо было радость. Для меня мясо всегда радость по причине того, что у меня аллергия на молоко. Для меня поесть в молочном ресторане это потом страдание, поэтому это никакая не радость. Правда рыбу тоже люблю, но рыбу там где с мясом, а не где ее дают с молоком. Хотя допустим если это соломон шамена, то есть в малых количествах страшно ничего не произойдет со мной, но чем меньше, я одну вещь заметил, чем старше становлюсь, тем это усугубляется. То есть я резче реагирую даже на более маленькое количество, чем раньше. Раньше я более терпимый к этому был. В любом случае вернемся к нам. Действительно есть запрет, но как бы курица вроде пониже у статуса, поэтому можно лучше тогда курицу. Кстати, есть у нас трапезы, которые да, можно решить в это время, трапезы, которые можно решить в это время. С мясом. Есть ли это трапеза ради заповедей? То есть если это за трапеза, окончание массах. Знаете, у Хабаников есть такой странный обычай. Каждый день заканчивайте массах для того, чтобы съесть мясо. Сейчас я объясню, насколько это можно, насколько это статусная галактика вообще правильно. И вообще можно ли присоединяться к сиюмам по радио? Пока не делают. Второе, то есть или там брит мила, пидьон обэн и так далее, так далее. В принципе мы снова сказали, запрет когда у нас саудам и фсекет. Поэтому если саудат митцва, то можно есть мясо. И также установлено Аллаху Рама, даже Шкеназа, саудат митцва, обрезание, пидьон обэн, окончание какого-то трактата. Ирусин, кстати, Ирусин можно делать. Нельзя жениться, но Ирусин можно делать. Почему можно делать Ирусин? Только человеку, которого, то есть он боится, что невеста уйдет. Он может делать Ирусин, то есть как бы, чтобы захватить невесту, чтобы не потерять, то есть это Шиду. Неправда. Я не совсем верно, по причине того, что когда мы говорим Ирусин, не имеется в виду Ирусин наша. Когда мы говорим Ирусин, имеется в виду Ирусин, когда дает жених кольцо перед двух свидетелей, и это Кедушин одно и то же. Просто это сегодня делают на Хупе. В древности были два разных дня. Кедушин отдельно нет, хупа отдельно. Хупа с Кедушин. Вот это вот пересвели дать кольцо. С этого момента запрещено быть с кем-либо мужчиной. Им нужен дед. Это можно. Кстати, мы видим и решим, они это продолжали делать. Йеменцы делали это, пока в Израиль не приехали. Они делали Кедушин отдельно. Они Кедушин иногда очень часто делали маленьким девочкам. Потому что там были проблемы с этим. Не евреев, которые пытались это, они просто обручали в два-три года. То есть девочку с этим мальчиком и все. А потом в 12 лет выдавали замуж под хупу. Очень многих йеменцев, то есть я знаю, что у них мама их родила в 13 лет. Пожилых йеменцев уже. Окей, вернемся к нам. Итак, в принципе, это можно. Теперь, кто может участвовать в этой трапезе? Рома пишет, что в принципе все те, которые, которые участвуют в этой трапезе, могут есть мясо, пить вино и так далее. Но нужно укоротить и уменьшить количество. Что такое уменьшить количество? Объясняет Шмешнабура, что в суде могут участвовать только те люди, которые точно бы участвовали в любом случае, если бы это было не в три недели травмах. То есть они бы в любом случае, это было бы посреди дождя, посреди града, посреди снега, они бы пришли участвовать. Вот только им и можно, больше никому другому. Это а-пропо участвовать всяких сириумасэхатов, которые люди участвуют ради того, чтобы поесть мясо. Кто сказал, что это можно делать. Парамайтом выходит, что это нельзя делать. Объясняет Шмешнабура не выходит. Теперь, все это хорошо до начала Рошхудыш-Ав. После Рошхудыш-Ав какой закон? Тут есть спор между Марат Тирна и Магарилем. Когда Марат Тирна говорит, разницы никакой нету. Так же, как и до Ропенова Мещава, так же и сейчас. Тоже те же ограничения. То есть все, кто бы пришел на эту трапезу в любом случае, можно участвовать и есть мясо и так далее. Магарилем говорит, ничего подобного. Нужно устрожить и еще уменьшить количество участников. И так установят на Галаху Рома, что если это, например, Шхудыш-Ав и дальше, то уже количество участников становится еще меньше. Мещава Бурак говорит, это как? Он говорит, это включая всех родственников, которые некошерны быть свидетелями. И к ним можно добавить еще миньян. Еще 10 мужчин. Все. Это то, что можно сделать. Теперь, что такое Сью Масеха. Сью Масеха, кстати, не только трактат Талмуда. Это также может быть книга Шурхана Руха. Это может быть книга Танаха с каким-то комментарий. Или это может быть один седр, то есть из шести седров Мишны и так далее. Можно одна книга из книги Зор. Короче, это можно несколько вещей. Теперь, вот теперь мы приходим к другому вопросу. А можно ли сделать так, чтобы наводкой специально навести, чтобы трактат я или учебу закончил именно в эту дату. Именно в эти дни. Чтобы мне разрешить кушать мясо. То есть, в принципе, или быстрее начать учить, или уменьшить, то есть, что называется, или наоборот, снизить скорость. По этому поводу Мишна Абура пишет, что если попало, то есть, ты учил, учил, у тебя упало. То есть, окончание трактата, это то, что у меня получится в этом году. У меня получится, что я трактат Йома закончил в три недели траура. То есть, он не так выпадает. Я просто не помню. По-моему, выпадает на мне уже после, по-моему, Рушфуды Шафта. Можно будет мясную трапезу сделать. Вот. Тогда нельзя не замедлять. То есть, выпало, выпало, не выпало, не выпало. А Руха Шурхан вообще ругается очень сильно на тех, кто пытается играться с этим. И говорит, что он вообще... Мехуар это мерзостная, очень некрасивая. Очень некрасиво так делать. Очень плохо он когда вносит. Ну, Хабаник мне там всегда. Рэбе сказал, Рэбе так, Рэбе сяк. Не знаю. Я бы сказал, что можно облегчить, если человек увеличивает скорость. Скорость. Почему? Потому что в этом вещи... То есть, он больше Тора учит. То есть, он раньше закончил эту книгу, а еще вот следующий. А вот замедлять нельзя. Замедлять это меньше Тора. То есть, ради чего? Что мясо поет? Увеличить, что больше Тора, это да. Правда, есть те, которые разрешили, что и можно увеличивать, можно замедлять. В конце концов... Кстати, интересно, что Архат Хаим написал, что по седьмого ава не делать. Почему седьмого ава? Чем седьмого ава знаменателен? Первый храм был разрушен седьмого ава, а не девятого. Кто не знает. На секундочку. У порока Ирмия, у дата другая. Ну, там есть, объясняют, что у них там была ошибка, потому что их война и так далее. То есть, они ошиблись в дате. Но, по-настоящему, это не ошибка, скорее всего, если не было так. Просто седьмое, девятое, они рядом. И, в принципе, одно связано с другом. Окей. Тоф, на Галаху, в принципе, принят, что мы не спешим. То есть, выпало-выпало, не выпало-не выпало. Окей. С мясом разобрались? А, нет. Ну, можно еще одну вещь, которая важна. С мясом, может быть, это вопрос с гавдолой. С вином. С мясом, с вином. Гавдала обычно в шаббат-хазон. То есть, да, в шаббат-хазон, он всегда обычно упадает на то время запретов сефардов. Это шаво шехальбо. Кстати, сефарды в этом году, у них нет запрета тоже мяса вообще. Кроме Саддама в Секе. А, и в Саддама в Секе у них нет запрета. Но что в этом году, ашкиназ, а нет, сефардов будет. Прошу прощения. Это не у сефардов, то у ямецов нет. У сефардов, как мы сказали, со вторым аву у нас всех одинаково будет. Но вопрос, то есть я теперь. Пить вино. Обычно проблема с гавдолой это на шаббат-хазон. Шаббат последний перед девятым ава. В этом году это вообще отдельная гавдала. Я в конце расскажу, как делать гавдалу, когда у тебя девятая ава выпала на муце и шаббат. То есть там есть особенные законы гавдалы. Поэтому у нас в этом году это переносится на шаббат раньше. Обычно это шаббат перед девятым авом, а у нас на шаббат раньше. Потому что шаббат раньше, шаббат до этого. Это будет шаббат муце и шаббат, шаббат рушходыш. Это будет ровно лель бет ап. Это ночь второго ава. По всем мнениям запрещено пить вино. Как делать авдалу? Ответ простой. Можно делать авдалу и пить вино. То есть люди говорят, запрещено и так далее. В принципе, человек, который делает авдалу, может выпить вино. Сефарды точно так делают. И некоторые шкиназы. Не все, а некоторые. И в принципе в этом случае можно выпить вино, которое в стакане. Потому что это часть заповедей. Потому что запрет изначальный когда? По судам, а не сейчас. Это обычай кошерный. А не запрет. Кстати, в этом случае лучше использовать не вино, а именно сок. Медстероши. Есть ашкеназы, которые реально устражаются и знают дать ребенку выпить и так далее. Слышали о таком? Так вот, в этом случае, если есть ребенок, который уже дошел до возраста, что его учат говорить благословение. То есть, он минимум ребенок между 6 и 9 лет, не младше. То тогда тот, кто делает авдалу, подразумевает его, что он выпит. То есть, он подразумевает его самообсловение, чтобы он выпил. И ребенку отдают выпить это вино. Теперь, далеко не всегда есть ребенок. И что делать тем запрещающим, когда нет ребенка? Когда нет ребенка, тот человек, который дает авдалу, пьет то, что он сделал авдалу, даже по этому запрещающему мнению. То есть, он пьет, и нет с этим никакой проблемы. Теперь перейдем к поводу опасности. Единственное, чтобы долго не задерживаться, скажу одну простую вещь. Это время с 17 тому за по 9 авгу, это время опасности. По этой причине, то есть, можем конечно заняться, сейчас разбираться с точки зрения переходящего этого, как его зовут, демона. Но я думаю, что это менее интересно. Просто нужно понимать, что в это время нужно открывать глаза шире. И как пешеходу, кстати, и как водителю, и как вообще человеку, у которого могут быть всякие, всякие, всякие проблемы, которые могут появиться из-за, как говорится, из-за опасности. Поэтому есть вопрос по поводу, допустим, гулять. Можно ли в это время пойти на теюль, экскурсию, гулять и так далее. В настоящем можно. То есть, да, с точки зрения закона, то есть, до нового месяца авгу так точно можно. До Рошхадыш авгу так точно можно, но есть в это время опасность. Поэтому, если, скажем так, спортит гори, то есть, что называется, экстремальным спортом лучше не заниматься. Кстати, им лучше вообще не заниматься никогда. По причине того, что испытывать Всевышнего, чтобы он тебя спасал жизнь, не есть хорошо. То есть, лучше хорошо есть. По этой причине, то есть, не стоит им заниматься вообще никогда, экстремальным спортом. Но даже идти на всякие экскурсии, куда-то лететь, куда-то ехать и так далее, это не то время. Не то время лучше этого не делать. В любом случае. То есть, почему? Потому что одна проблема – это опасность. Кстати, есть другая проблема. Асахат дат миаверут. Человек забывает, что он перестает заниматься травмами. В любом случае, если у человека это единственное время, когда ему дали отпуск. И у него не будет другого времени побыть с детьми. То есть, поехать с детьми куда-то на какую-то экскурсию, побыть с детьми на какой-то отпуске и так далее. То можно сделать это. То есть, и после 17-го тамуза. Так, как говорит Рамур Заля, он написал это. И говорит Лениса, что быть нужно немножко аккуратнее. Есть очень интересный момент с этим вопросом. То есть, с точки зрения поездки на экскурсии. Просто личные рассказы. У нас однажды, у нас в мэрии, то есть, было всегда, нам давали называться Хувшам и Рухэз. То есть, централизованный отпуск. Всегда нам давали даты, представили дату на этой неделе. То есть, все уходят в централизованный отпуск. И все было. И далее. Несколько лет тому назад, лет 5-6, это снова был город вот такой вот. Они положили, то есть, или наоборот, более, нет, наоборот, более позднее было. Было более позднее. То есть, после високосного года было позднее. И по этой причине они дали неделю. Типа, вот эта неделя, которая, то есть, централизованного отпуска. И она вся упала на 9 дней травма. Как бы на 17 дней. То есть, и как бы, и тут поднялся крик. Кстати, один из первых, кто поднял крик, это был я. То есть, как-то так вообще. То есть, с религиозными не считаются. То есть, какой хофф в это время. Вот. И, в конце концов, мэр города дал распространение. Еще тот мэр города, не сегодняшний. Что он отменяет вот этот вот централизованный отпуск. Каждый, то есть, вот с июня до сентября. Каждый выбирает, должен сообщить, когда ему удобно. То есть, саму директору. То есть, да, как бы начальнику. Начальник должен отпустить и выбирать себе любую дату. Кроме цофтехи. Ну, то есть, те, кто занимается школьными и садиками, школами и так далее. То есть, всеми воспитателями, то есть, учреждениями и образователями. Потому что они должны вернуться с отпуска 15 августа. Почему? Понятно. Им нужно две недели для подготовки учебного года. Все остальные это. И это сделали, типа, одноразово. А в следующем году нам это одноразово сделали многоразово. Потому что они поняли, что так лучше даже. То есть, так было. То есть, у тебя мэрия вымирала вся на неделю. А так, в принципе, мэрия работает. Ну, этот ушел, он вернулся, этот ушел. То есть, просто людей меньше сработает. То есть, как бы, они меняются между собой. И это, то есть, как бы, и теперь это оставлено всегда. То есть, такой вот план. Окей. Теперь поехали дальше. Еще две законы связаны. Благословение Шиихиану. Мы, правда, про него недавно вот урок. То есть, сделали по короткой молитве и благословениях. И благословение Шиихиану сказано, то есть, Магариль написал, Сафель Хаседдим, Битю Сеприл, Романа, Аллаху и так далее. Я не могу сказать, что человек очень сильно хочет домой. Он мне готов ключи отдать, кстати, незаконно. Все, что угодно. Лишь бы уйти домой. Вот. Окей. Так мы сказали, Благословение Шиихиану, Ромашу, Ханруху и так далее. Пишут, что Това, то есть, Лиза Эрмель, Умар, Шиихиану, Бен Мицелин и так далее. Пусть не благословляют в эти дни Благословение Шиихиану. Кроме как Рома пишет, что если вдруг новый плод, который появился в это время, и потом его не будет. И тогда, да, Благословение Шиихиану всегда давали, как пример, саброс. Знаете, саброс и кактусы. Почему? Потому что они всегда в магазинах появлялись. Между Юдзайом и Томузом, 17-м Томузом и 9-м Ава. После 9-го они исчезали. Потому что их сезон именно этот. Сейчас, так как у нас сельскохозяйство работает таким образом, что у нас и арбуз уже, у нас сезон не заканчивается никогда. Кстати, вообще вопрос с Шиихиану. Нужно говорить Шиихиану. Когда у тебя, допустим, яблоки всегда, груши всегда. То есть как бы у тебя сезон не заканчивается никогда. То же самое произошло и саброс. То есть я еще помню, когда саброс только на 3 недели появлялись и исчезали. Поэтому так был всегда пример того плода, на котором вызывает Шиихиану, которого после 9-го Ава не будет. И до этого его не было. Теперь он уже ушел. То есть теперь саброс можно купить и до, и после, и так далее. Это все наши технологии сельского хозяйства и умение хранить вещи, которые он собирает. В любом случае мы зададим себе вопросом, а почему нельзя говорить Шиихиану-то, собственно? Ведь дело в том, что мы знаем, что галаха – это явно не закон, связанный с амилутом, с законом и трауром. Почему? Потому что человек, который сидит в шивую, можно говорить Шиихиану. Это галаха. Значит, это не связано с трауром. Поэтому объясняет Маген Авраам, почему не говорят Шиихиану. Очень просто. Шиихиану не говорят, потому что это плохое время говорить, что мы даже Шиихиану и Кейману и Яну Лазманазе, что поддерживал нас и нас держал, и мы дожили до этого времени. Спасибо, очень хорошее время. Время не очень, поэтому в этом случае. Это время плохое. Нельзя на него говорить Шиихиану. Так объясняет Маген Авраам. Хотя Вильянский Гаон с ним не согласен. То есть не согласен говорить, что действительно установили запрет, говорит Шиихиану, именно из-за трауры. А так это из-за трауры. Это ошибка. То есть галаха говорит, что можно было оставлять. Поэтому Вильянский Гаон говорит, что Шиихиану было оставлять этого времени. То есть нет запрета, говорит Шиихиану. По обвинению Вильянского Гаона. Тот идет за Вильянским Гаоном по его законам. Тот может не было оставлять. Таз говорит, что тоже не надо устражать, можно говорить Шиихиану. Знаете почему? он говорит что нужно опасаться того что в любой день человек может умереть и не скажет шейхи я так говорит и вдруг и он исполнит заповедь не благословитесь будет ждать а вдруг он умрет правда обычно мы в галахене ты скажем так не относимся к человеку как завтра умрем то есть что мы подразумеваем что человек живет и будет жить и так далее но как мы сказали это все так говорит на галаху практически в принципе обычай не благословит шейхи яна понятно что облегчает когда речь идет о первенца или плод которую потом не достанешь после 9 и так далее но в шаббасе нет хотя части фарда допустим да у них обычай не говорить шейхи яну и в шаббат тоже это обычай по резали приводит но в принципе это так тот кто идет по мнению агро может не говорить шейхи я теперь по поводу покупки новых вещей и одевать новые вещи есть два смысла то есть запрета новых вещей и так далее есть связано с покупкой и связано с одевание наде на диване дело в том что первое есть морды морды и за что надо царва вилут аль-хурбан за не одевает из-за траура по храму в иерусалимском талмуде написано что-то кошерный минхак то есть не одевать новую одежду новой вещи и так далее бейт юсеф объясняет так с точки зрения большого шахарба на неделю на которую выпадает 9 ава это закон запрещено покупать и иметь новую одежду окей это одна проблема в принципе проблема связана с трауром трауром и не отыскаться траура это проблема вторая проблема это баслени шейхи я теперь из-за этой разницы есть у нас несколько разниц а валахе есть одежда которую надо было слышать и хиану если девушка виду себе новые вещи то на на сочке если вам вещи или одежда не надо говорить шейхи я те вещи которые 1 кстати когда мы говорим шейхи я но но хрич когда мы базово жеки а на фото нет как на каком этапе совершенно верно мы говорим это при покупке а не при на к фа им пишет что это то есть севарский пузырь что это когда надевают мы если эта вещь которую можно одеть сразу шейхи я на при покупке если допустим какой-то костюм который надо подшивать или что нужно делать то тогда шейхи я при надевании а не при покупке по этой причине люди привыкли благословлять только при одевании по причине того что раньше не было такого что купаешь одежду готова обычно на тебя сшили ты платил деньги когда на тебя еще нужно было делать по этой причине когда одевал то благословение и так я думаю это вошло как бы в народный фольклор и в народные обычаи руки таким образом что у нас выходит вещи на которые не надо голосить шейхи я но это один закон и вечно который надо говорит шейхи я но их купили допустим до того как то есть их купили до 9 но еще не не отдельно теперь вещи которые надо было совет шейхи я но так как покупают во время покупки если их купили до 17 то уже тогда благословили понять нет проблема ходить если это вещи которые то есть да понятно нет запреты то есть нет запрета до рушходы шав почему потому что после рушходы шава начинается вторая проблема не шейхи я но проблема с трауром новые вещи новые это то есть с трауром начинается новомесяча или у сефардов на неделю на которую упадает 9 а в основном году нет теперь у нас новомесяч но если допустим человек взя купил одежду и нужно еще нужно нужно править и так далее и тогда он благословляет шейхи я но в тот момент когда он одевается то тогда невозможно их одевать уже 17 тому снова одежда уже не одевается на стол тому что она что можно сделать один шаббат вещей которые не надо поставить на них шейхи я трусы носки ботинки любые кстати любой цены на обувь я делаю никогда вообще просто рубашки которые у нас сегодня уже стали одноразовым в каком-то смысле в принципе все эти вещи по-простому их можно покупать и одевать до новомещи а в этом простом почти у всех классических авторитетов правда есть несколько разницы между шкиназовыми сефардами пусть сефардов это можно аж до недели на которого подойдет аута в этом году вообще запрета и ташкиназа снова меща запретов одевать новую одежду и так далее это их чистая тишь чистую одежду нельзя одевать снова месячью ее нужно о что нужно делать нужно приготовить себе гардероб который собираюсь одевать нужно ее одеть хотел бы начать то есть да и потом если одеть после стирки начать на себя и отложить то она считается уже не свежей причем можно надеть несколько одежек на себя вместе подряд их в них покрутиться может запустим я допустим то делал то есть несколько рубашек сверху одеваю про жарковато нормально то есть немного ну не часик то есть я с ним посидеть под мозгом ничего не будет вот причем это можно сделать ты забыл даже в шаббат главное чтобы не делать это ради приготовления на будний день просто одевать одежду снимать как бы для шаббата я думаю что принцип понятен то есть да снова у сефардов запрет только у сефардов вообще в этом году нет этой проблемы по причине того что это большево шахар кстати есть одно мнение если очень-очень надо можно него положить на это гавриэль приводит так далее что вещь которая то есть то что запрет новой глаженной одежды чисто это реально новая одежда а если вещь уже носили ее просто постирали одевали то в нет нею в ней уже нет той радости как которая вообще нет такой радости по этой причине это можно уже одевать даже постиранная и выглаженная снова есть который так облегчает б когда очень-очень-очень когда очень надо то можно на это положить с покупкой тоже если увидели вдруг там супер супер скидку и серьезно мне 10 шекелей серьезно и вы понимаете что потом этого не будет то вы можете облегчить и купить тоже кстати допустим вещь который связанность заповедью филин цицит талии цифра и кодыш можно покупать с полностью все это время во взгляду сефар до кошки назад но многие разрешают запрещают что-то приносит радость поэтому тоже не покупается нам месячь а также как и остальное но еще раз то есть мой который это разрешает кстати кто-то работает продавцом если этому важно мишна бра написал можно работать продавать вещи до 9 ава если это человеческая работа сможешь продавать торговать нет ни в этом не поза проблем запретом то давайте последнее что мы возьмем это музыку запрет музыка на сайте понимать что есть многие не знают есть тотальная глобальная гзыра за то есть запрет мудрецов которые наложили после разрушения храма вообще слушаться клейшир музыкальных инструментов музыку и так далее игру на музыкальных инструментов так приведено в трактате сута мишна в трактате сута приводят что в тот момент это было то есть когда то есть прекратился санавидрин то есть действовать не образовывание храма пристал действовать то установить то есть прекратилась песня из дома вмешал то есть как сказано баширую что ян то есть песни не будет пить вино и то есть с этого момента запрет музыка интересная у меня тоже хороший друг то есть научился вешиве он написал свое время он доказал то есть когда мы учили что проблем почему в отличие музыку не запретили после храма то есть многие вещи которые запретили сразу после храма там допустим венцы может женихов и невест а вот музыку запретили только после того как санавидрин прекратил действовать он говорит это не связано с трауром это связано с цензурой какую музыку разрешите какую нет какую людям слушать какую нет он считает в принципе то есть что санавидрин почему он это строит это на бейтмиштаот почему он строит на бейтмиштаот по причине того что это в местах где пьют то есть где пьют начинает горлопанить всякую фигню по этой причине санавидрин стал за этим делом следил когда санавидрин написал некому было следить больше по этой причине все запретили то есть чтоб не было в любом случае так он понимает но рамбом понимает несколько по-другому рамбом пишет так вэльхэн газру шилоринг на гэн бэклейшир вэколь минэйзэмер вэколь машмейколь шишир асурли самох баэн васурли шаман бипнеахурбан то есть да он немножко рамбом не согласен с ним рамбом говорит что любая игра на музыкальных инструментах любой мвп песни и любое то есть озвучивание голоса песни запрещено радоваться ими и запрещено их слушать из-за разрушения храма то есть да рамбом говорит им на решение ваафиру ширабы пеалаяйна сура это даже петь ртом то есть даже вокальное пение над вином запрещено как сказано бешир лойшту я им то есть да песни не будет пить вино но иквар на гуку ли сайлу мардеврейтич бахот оширшель гудаот ли эль бриуце бэгэн аляяй но уже то есть принято среди всего израиля что то есть восхваление или песни всевышнего то есть благодарение всевышнему говорят на вино что он ввиду что все музыкальные то есть вся музыка запрещена из-за траура кроме то есть песни восхваления всевышнего это разрешено причем нужно понимать этот запрет нет три недели траура запрет на весь год всегда и этот запрет приводит шурхана рух на галаху и урхот хаим это приводит есть такой запрет по-настоящему стоп а ну уж музыку слушаем так далее все хорошо вроде потому что мы не выдержали этого запрета мы наш обычай стал то есть это облегчать причем на чем базируется облегчение на рома рома и тур они говорят что запрет музыкальных инструментов выбран музыкальных инструментов он когда они говорят что запрет то есть местах где пьют пабы какие-то и так далее в и второе это человек который камим еще хвимим клейши человек который встает ложится с музыкальным инструментом причем это не с магнитофона как вы понимаете это место реально с музыкантами то есть люди у которых были деньги раньше у них были в домах музыканты вложились спать в музыку вставали музыка играла музыканты были люди которые деньги у них на это были или титул позволял они себе могли это позволить вот и об этом идет речь и на базе этого так как мы не там так как мы это не делаем запрещено хотя и допустим до сих пор сегодня обычай в русалиме на свадьбах русалимской обычай что только один музыкальный инструмент не более того на свадьбах это по в честь как память и разрушение храма всегда это русалимский обычай правда кроме религиозных аредимов мало кто соблюдает вот в любом случае что у нас с нашей эпохой с нашей эпохой в принципе сказали то есть допустим рау вадью сэф раму швайнштейна и рацицелезер говорят что как бы в этом момент в этом время три недели траур в тот момент когда мы уже до находимся в трауре а храме так давайте соблюдем изначальный запрет до запрет музыки давайте то есть хотя бы в дни траура национального то есть мы сохраним изначально этот взрыв то есть есть такой подход и так далее в другом случае тоже непонятно что именно запрещено есть то есть по мнению рау вадди раму швайнштейна запрещено вообще все любое вида музыки или по-любому то есть в радио не радио любая музыка запрещена но есть другое мнение есть мнение более облегчающая которая делается эти ноги которые на него полагаются есть подходы которые делят так есть три вида музыки есть музыка называется песни скажем так радостно такие свадебные песни то есть там песни для особо поднятия настроения там не знаю все будет хорошо вроде такие песни которые под них на свадьбах танцуют и они специально сделаны для того чтобы поднимать радость это один уровень один вид песен второй вид песен тоже называется песни песни не веселые ну и не грустные скажем так больше 100 песен такие музыка классическая музыка до входят как бы она не грустно не весело музыка и так далее это второй то есть музыки и третье это грустно и там допустим песни о рушине храма песня переживания храма и так далее так вот в этот этап то есть между 17 тому за по 9 ава нельзя слушать первый вид песен эти вот радостные то есть там так далее но с 17 тому за до новомесячья ава можно слушать второй вид песен классическая музыка музыка которая не веселая не и не грустно это по облегчающее мнение запрещает это можно слушать всякую скажем такую музыку которая музыка афоновая классическая обыкновенная правда не ставить ее так что вся шкуна слышала потому что саму слишком громкой музыки это уже создает атмосферу скажем так тусняка это как бы не подходит новомесячного срош ходишь а только третий вид музыки в принципе остается разрешенным то есть только разрушение только храма только грустно то есть так далее это то что остается разрешенным то есть музыка мы вроде разобрались единственное что кстати есть вопрос по поводу и по поводу обучения есть человек музыкант преподает музыку так вот ему можно преподавать ученику можно преподавать что по его зарплатно чем кушать будет нечего а ученику можно учиться когда находится у учителя совершенно верно дома заниматься не единственный момент который у нас урок затянулся единственный момент что я хочу еще скажем так озвучить который очень важен это я хочу объяснить как делать амдалу на исходе девятого кстати вопрос вы хотите на следующем уроке как у нас будет божьей помощью во вторник теперь вы хотите чтобы я про сделал законы 9 ава самого или хотите тусины продолжу медицину аллаху ночную просто мы у нас начнется тема которая несколько уроков разбивается получается мы сделаем один урок а потом аж вы люли продолжим аж в августе лучше 9 ава окей здесь тогда я только скажу тоже сегодня раз может затронули то есть это нужно 9 ава есть много чего рассказывать я вам нужно подумать что что сказать что нет потому что там можно на несколько уроков сделать про авдалу раз мы уже упоминали авдалу до этого авдала мост эти шаббат в этом году очень интересно в этом году 9 шаббат вышел и пост начался по этой причине вино пить уже нельзя и вообще что делать поэтому как делать авдала авдала на бокал то есть на вино она переносится на муаце и 9 ава но что до нужно делать нужно что то есть нужно с окончанием поста то есть молиться, то есть с шаббата, молиться, молитву, вечернюю молитву, сказать Атаху Нинтан, то есть Абдалла, которая говорится в молитве. Многие, кстати, не молятся сразу, потому что хотят пока прийти в Синагогу и так далее, поэтому обычаи, то есть обычно женщины это делают, и у мужчин тоже есть. С выходом шаббата говорят, и с этого момента разрешается делать работы разные. Сказать ту фразу, потом в молитве, естественно, в учебной молитве сказать Атаху Нинтан. И в принципе, в этом моменте работы, то есть можно делать вещи, которые запрещены в шаббат, но нельзя есть и пить до Абдалы. Ну, нам, в принципе, нереально, потому что мы в посту. Поэтому, то есть только Малаху мы разрешили. Теперь, что со свечой? Свечу на нее тоже благословляет муацией шаббат, то есть с заходом 9 августа, но когда ее благословляют между вечерней молитвой и начало свиткой Иха. То есть читают вечернюю молитву, а потом читают после этого свитка Иха, поэтому обычно в Синагогах делают Абдалу, то есть не Абдалу, обосновение на свечу. Дома, естественно, тот, кто остался дома, делает дома на свечу, но когда сделать? В принципе, в течение всей ночи можно сделать Абдалу у нас. То есть, когда благословение на свечу, баруха Таашем, рухэнум и лавлам, бурэм и ураэш. Все. Это все, что от Абдалы осталось в Моцаре Шаббат. То есть, баруха Мавдильмен кодыш лихоль, в молитве Атаху на Антану и благословение на свечу. Все. Нету самим, нету благовония, потому что это нельзя. Окей. Теперь, когда заканчивается 9 авгу, то есть бьем решен в воскресенье вечером, с выходом самого поста, ничего нельзя есть и пить, пока не сделают, что он удалось. Берут бокал вина и делают на это вино, кстати. То есть берут бокал вина и благословляют на него, то есть берут, благословляют баруха Таашем, рухэнум и лавлам, бурэм при агафе. И после этого говорят, баруха Таашем, рухэнум и лавлам, бурэм, 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 бурэ Не постится Человек, которому запрещено поститься Он делает Авдалу Обыкновенно Кроме самими делать Тебя Есть человек Вечером А есть человек Вечером Человек Он пошагал Но ему запрещено Утром Перестает поститься То он нужно сделать Авдалу До того Как он То есть Ест что-то Барухам Авдиле Он сказал Свечку он вословил А утром Он должен сделать Взять бокал кстати не вина пост все-таки лучше всего взять машки медина пиво сок какой-то тогда фьюстер люди берутом чай охлажден немного вот и на не область сделать то есть а в долу на него как делать когда вина нет если этого нету там лучше взять тирож сок потому что он не считается что то что радует если этого нет то берется на вино делается если на вино есть и вино пьется только млоругма то есть 40 миллилитров не более того потому что как можно минимальное количество этого количества для того чтобы выполнить заповедь этого достаточно и все то я думаю что мы закрыли все глобально снова все все закрыть невозможно но то что смогли и вы затошим надеюсь правда мы уже в этом внутри но надеюсь что скоро нам это уже все эти законы не будут нужны то на этом останавливаем запись то есть на этом заканчиваем урок я выключаю запись